Это очень важно, найти того человека, рядом с которым будешь не возбуждаться, успокаиваться. Но люди очень часто думают, что на первое место нужно ставить гормоны, на первое место нужно ставить чувства, и после этого сознание начинает страдать. Да хорошо в постели, а сознание без конца страдает. Дело в том, что всё это на всё можно влиять энергетически, можно повлиять на гормоны, можно повлиять человеку на его чувства. Я это умею делать, но повлиять на его сознание нельзя. Тогда сознание управляет человеком. Представляете? Таким образом, я могу сказать, что чем крепче у человека сознание, чем оно спокойнее, тем лучше этому человеку живётся. Поэтому, когда вы будете искать кого-то или жить с кем-то, смотрите на то, насколько вам спокойно вот здесь. Насколько вы перестаёте переживать, насколько вам становится ровно. Не здесь, не там, нигде, а вот здесь. Всё остальное слепится, гормончик к гормончику начнёт работать, чувства с чувствами начнут возрастать, и это в дальнейшем перерастёт в хорошее, яркое и очень качественное чувство. Хотите вы этого или нет? Вот так. А если человек начинает постоянно обвинять, при этом после этого в постели выясняют отношения, при этом, но я его всё равно люблю, при этом сознание начинает кричать, я уже не могу, сколько это может продолжаться, то после этого эта жизнь превращается в настоящее испытание и, наверное, очень тяжёлое событие жизни. Согласен с этим? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»